Вопрос очень важный. Доколе правила IBJF будут противоречить Конституции Российской Федерации? А я тут про чём? Я человек маленький, как говорил мой один знакомый. Какой это рост? Метр семьдесят восемь, наверное. Да нормально, это средний рост. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Здравствуйте. Здравствуйте. А где вас судьи заседают? Сидеть, сидеть. Это раньше так было, что если человек кидаешь на спину или на бок, ты получаешь сразу два балла. Сейчас такого нет, сейчас любой бросок может быть зафиксирован. Если я стою на этой ноге, я у меня, условно говоря, сделаю какое-то такое движение, и я упаду. Это будет его бросок, я стою на этой ноге. Вот пока у меня вот это вложение остается, если я вот здесь окажусь, это будут два балла. А если ты как? Если я вот так... Да нет. Вот это два плюс четыре. Судить надо по совести. Точнее, у меня вот один раз была такая спорная ситуация на предыдущем гимназиуме как раз. Бразильцы, они шутят на тему, что типа трехбальный трекдаун. Правильно ли я понимаю, что ситуация, вот тут известное видео, там где две девочки подрались на Леон-базе. Да. Вот. А дисциплинарный дисквал, но девочке, которая технически проиграла, отдали медаль девочке, которая технически выиграла, но была дисквалифицирована. Правильно ли я понимаю, что это неверно? Ну, по-хорошему должно было быть как? Если, посмотри, в момент, когда судья поднимает руку, вот он уже безвозвратен. Вот в этом это все. Это технический выигрыш? Да, да. Человек технически выиграл. То есть есть технический проигравший. Вот он уже не может идти вперед. А теперь, если победитель дисквалился, потому что он после этого сказал судья, что типа я твою маму там в кино водил, то, ну, он тоже не может дальше выйти никуда, потому что он дисциплинарный дисквалился. То есть, короче, если это был финал, у вас не должно быть при идее первого места. Угу. Окей. Но и будет второе при этом. Вопрос очень важный. Доколе правила IBJJF будут противоречить Конституции Российской Федерации? Как можно судить без адвоката? Этот вопрос очень долго мучает всех нас. Как может быть судья, а адвоката нет? Вообще я не знаю. Мне кажется, надо подать в ГААГу, наверное, обратиться через ГААГу все равно. Может, тебе бюджет когда-нибудь присмотрит? Да, петицию написать. Петицию писать. Change order. Только так. Ну, вот петицию писали, чтобы женщинам ввели унтер-хэви. Ввели. Ну, унтер-хэви. Вы, наверное, об этом еще не знаете, но вы же фриксы. А я-то причем. А ты? Я человек маленький, как говорил мой один знакомый. Какой перост? Метр семьдесят восемь, наверное. Ну, нормально, это средний рост. Позиции маунт, бэк-маунт и бэк-контрол они равны. Субтитры сделал DimaTorzok